Давай делай обзор на лампу. Че сидишь? Че сидишь? Давай делай обзор на лампу. Или уходи. Ах ты кусаешься! Ах ты кусаешься! Уходи давай, уходи, я буду делать обзор на лампу. Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые коллеги! С вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать! И сегодня у меня на обзоре лампа для маникюра и педикюра, которая называется Радуга 4. Это лампа UV LED на 48 ватт, где коробка повреждена, но я не думаю, что это скажется на работоспособности лампы. Я ее разыграю в конкурсе. И для того, чтобы принять участие в конкурсе, и вообще нужна вам эта лампа или не нужна, пожалуйста, посмотрите этот обзор. И тогда вы поймете, будете вы участвовать в конкурсе или нет. Распакуем? Давайте распакуем. Быстренько пробегусь по комплектации. Мануал китайский и мануал английский. На русском языке ничего нет, поэтому будем чисто интуитивно все разузнавать. Деликогель, ну это как всегда. Пластиковая подставка в комплекте, сейчас все соберем. В коробке находится блок питания. Проводок не очень длинный. Блок питания на 24 вольта, 1,5 ампера. Штекер, вот такой кругленький, обычный штекер. Я замерила проводок, он ровно 140 сантиметров. Вот лампа упакованная, что-то тут есть еще. Съемное магнитное дно. Пластик не глянцевый и не матовый, такой сатиновый. Basing by Elk. Не знаю, что это такое, возможно, что-то, что-то нужное. В отличие от предшественника, лампа белая, она не радужная. И она маленькая, она прям-таки маленькая. И она легкая. Внутри также черный сатиновый пластик. 30 светодиодных ламп. Они совмещенные и излучают LED и UV лучи. Прорезиненные, мягенькие. Технологические отверстия для проветривания лампы. Вверху я вижу большое табло. Прям большое, больше, чем на всех остальных лампах Sun. Кнопочки на 30 секунд, 60 и 99 секунд. В этой лампе нет кнопки уничтожения мощности. Отверстие для входа блока питания. Оно находится слева от мастера. Лампа сквозная и ничем не прикрытая. Мы сейчас с вами будем тестировать, будут ли полимеризоваться ели, если отсюда будет выходить ультраизлучение или уфизлучение. Ну, короче говоря, будет ли полимеризоваться материал. Нигде ничего не люфтит, не скрипит. Лампа собрана добротно, крепкая. Устанавливаю на магнитную. Хоба! Очень крепкий магнит. Прям серьезный такой магнит. Держится прям очень хорошо и крепко. С этой стороны, с задней стороны, вы легко сможете сушить ручки. Гель-лак или гели. Потому что достаточно места, лампочки все посередке. Ни дальше, ни ближе, ни с того, ни с этого края. Они четко посередке. Так что с этой стороны можно сушить руки. Только если включать лампу принудительно. Потому что здесь нет датчиков движения. Она не включится, если руку помещать в лампу. Поэтому придется включать. А с этой стороны можно уже использовать для педикюра. Для работы с ножками используется вот такая подставочка. Но, в общем-то, можно ее не использовать. Это уже как сами вы хотите. Как дополнительный аксессуар. Я думаю, что имеет место быть. Эта конструкция легко и быстро собирается. С этой подставки идет вот такой прорезиненный коврик. Черный. Он, я думаю, что он не прорезиненный. Он похож на каучуковый. Очень такой плотный. Его можно обрабатывать, мыть в жидких дезинфекторах. Для тех, кто любит чистоту и стерильность, вы можете надеть пищевой пакетик на эту полностью подставочку. А сверху уже прикрепить лампу. Будет все хорошо, замечательно держаться. Вот здесь даже тонкости и нюансы продуманы. Видите, здесь такая прорезь, чтобы можно было пальцем подцепить. И такая же точно прорезь находится на этой резиново-каучуковой подошве. Очень интересная задумка. Таких еще никто не предлагал. Вы можете ее использовать либо только для педикюра, гель-лаком перекрывать ноготочки на ножках, либо использовать и для маникюра, и для педикюра. Жив сами как захотите. Лично мое мнение такое, если вы не мастер, а берете лампу для себя, и вы делаете сами себе педикюр и маникюр. Но если вы мастер педикюра, вам придется каждый раз отстегивать эту вторую половинку дна. Она стегивается не так легко. И я думаю, что ее можно со временем сломать. Так что решайте сами. Включила лампу в розетку, загорелся дисплей. Датчики движения срабатывают очень быстро. Если говорить о габаритах лампы, то в длину она вместе с подставкой для пяточки 32 см. А если без подставки 17 см, то 18,5 см ширина, высота 11,5 см. У меня есть электронный термометр. Сейчас включу лампу на 99 секунд. И посмотрим, насколько лампа сама нагревается. Вообще нагревается она внутри или нет? 30,8 градусов. Сейчас узнаем, сжет ли материал. Нанесу такую жирную-жирную каплю геля. Ну, это уже зависит от каждого материала. Здесь уже я ничего сказать не могу. Ну, давайте проверим, сжет ли этот материал. Я включаю лампу и будем высекать. Главное, чтобы не капнуло. Материал нагрелся уже до 70 градусов и продолжает прижигать. 72 градуса уже. Нагрелся до 76 градусов, больше не нагревается. То есть, этот материал, который я тестировала, он нагревается до 76 градусов. Это почти кипяток. Терпеть можно, обжечься, не обожжешься. Но это очень горячо. Он горячий, даже больно брать. Ну, в такой слой мы, конечно же, не наносим клиенту. Но, то есть, естественно, телопластина, это более чувствительная часть. Там очень много капилляров и нервных окончаний. Поэтому, да, материал нагревается и будет жечь. Ну, что, понравился вам тест на прижигаемость геля? Какая температура у него? Давайте попробуем еще камуфляжик. Опять наберу большую каплю. Ну, как бы, ладно, уж поменьше чуть-чуть давайте. Проверю его на температуру и на просыхаемость. Но я уверена, что материал у вас другой и показатели будут совершенно другими. Все, остановился на 50 градусов. Ну, думаю, понятно, что греется, но не сильно. Можно сказать, что даже и не греется. Терпимо, абсолютно. То есть, до 70 градусов не дошло. Все, остановился. Даже в руке ощущается теплый, но не горячий. Полностью высох. Я перевернула лампу. Это обратная ее сторона. Задняя. Нанесу красный. Это, как всегда, самые пигментированные цвета. Прямо жирно нанесу. Пусть уже будет. Красный нанесу на палитру. Нанесу черный. И гель. Который только что тестировали. Ну, я не думаю, что вы прям так близко будете ставить свои баночки. Ну, давайте включу на 99 секунд. Сколько достает свет? Сколько не достает? Сейчас проверим. Смотрим. Так, гель сверху прихватился. Но полностью не заполимеризовался. Красный сверху тоже прихватился. Черный. Черный вообще никак. То рядом, вот совсем с излучением, лучше баночки и кисти свои не ставить. Протестируем теперь на просыхаемость гель-лака. Черный нанесу. Перекрою красным. В лампу на 30 секунд. Можно еще подсушить. Он немножечко такой, знаете, у него липкость повышенная. То есть, чтобы он стал немножко посушить, его еще можно. Но 30 секунд, это, конечно, для таких гель-лаков мало. Поэтому его еще можно подсушить. У него высокая здесь липкость. Он так-то высох. Но еще бы липкость эту адгезивность убрать. Красный тоже полностью высох, но он липкий. И чтобы липкости было немного поменьше, и уже точно я еще подсушу. Черный полностью просох. Не скукожился, не съежился. Здесь отпечатки моих пальцев. Он не скукожился и не съежился. В этой лампе хорошо просох. Красный тоже хорошо высох. Не скукожился, не съежился, не подскочил, не подпрыгнул. Ничего с ним не случилось. Хорошо высох. Думаю, что на проходимость шаблона тестировать смысла нет. Потому что вы сами видите, какие здесь ворота. Мне кажется, здесь любой шаблон поместится. Ну, давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. На всякий случай. Все помещается. Все даже, я не знаю, сколько шаблонов сюда поместится. Как надо втыкиваться. Это специальные ворота, чтобы нога помещалась. А уж про руку. И я молчу. Вот и весь обзор на эту лампу. Я думаю, что я показала достаточно подробно. Потому что уже подробнее некуда. Разбирать лампу на наночастицы я не буду. Я предлагаю вам поучаствовать в конкурсе. И оставлю ссылку в описании на этот конкурс. А также ссылочку на лампу тоже вы найдете в описании. Я надеюсь, что этот вам обзор понравился. Ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой видеоканал. И мы обязательно с вами увидимся очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока.